всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я отвечу на вопрос о том как контролировать историю отмены действий то есть вообще действия которые у нас есть в лоджике потому что здесь есть нюансы и многие часто с этим сталкиваются причем даже опытные пользователи logic что когда мы делаем анду ну или классический common z всем знакомый лоджик не всегда предсказуемо на это реагирует и у этого есть свои причины и есть настройки позволяющие настроить все это так под себя как вам привычнее будет работать поэтому посвящают ему отдельное видео оно не будет слишком долгим потому что здесь в принципе все понятно но есть фишки которые хочется рассказать итак в чем же особенность давайте посмотрим вот у меня есть такой простой проект давайте послушаем в общем если я хочу что-то сделать там отредактировать в главном окне там не знаю вырезать например вот эту часть или что-то поменять там передвинуть я могу нажать common z и действия мои отменяются то есть могу там что не сдвинуть еще раз там удалить и у меня вот здесь вот закладки edit есть on the history которые у меня записываются вот эти все действия и позволяют мне откатываться или даже вообще там куда-то очень далеко откатываться то есть вот вы можете увидеть предыдущие шаги которые делал и вот вернуться на последний да допустим и отмене он последние два действия то есть вот здесь у нас есть on the history которая у нас здесь записывается но в чем часто возникает вопрос допустим я параллельно еще настраиваю громкость я вот допустим сдвигаю сюда этот регион и беру громкость у этого канала второго просто поднимаю потом я нажимаю common z и вот мы видим что регион на свернулся но громкость у нас не вернулась то есть якобы перескочил этот этап то есть у меня последнее мое действие изменение громкости не записалась в анду лист в анду history и соответственно я нажимаю команде думаю что ну первым делом я должен отмениться изменение громкости а потом должен вернуться мой регион обратно где он был до того как я сделал какие-то изменения но как вы видите этого не произошло и многие особенность в ппх там одновременно работаешь и в микшере здесь путаются с этим дело в том что у лоджика есть вполне конкретное разделение анду действий доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусти вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по лоджик про и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готово можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене в чем состоит это разделение разделение состоит в том что по умолчанию у нас в нашу глобальную историю записывается только действия по редактированию то есть если мы меняем какие-то вот параметры здесь главном окне что-то режем вырезаем удаляем передвигаем то есть или что-то записываем сюда там создаем записываем новые ноты весь это миди то есть вот common z или common shift z напоминаю common shift z это у нас как бы возврат действия которым и только что сделали а common z это отмена действия то есть анду риду так вот лоджик по умолчанию записывать именно такие действия а все остальные действия например в плагинах то есть я допустим могу поставить сюда плагин здесь что-то изменить нажимаю common z и у меня плагин и сейчас то есть само добавление плагина у меня записалась в историю а вот действия внутри плагина у меня не записались то есть если я что-то поменял думаю нет это не совсем то что мне было нужно я нажимаю common z и плагин исчезает то есть это опять же многие с этим путаются не знают что делать как вы помните у меня еще и уровень громкости изменился и мне нужно вспомнить на каком уровне он был вернуть его обратно то есть это все вот те моменты с которыми многие сталкиваются и путаются как это решить в лоджике есть разделение действий то есть у нас есть как я уже сказал действия основные это по редактированию или загрузки каких-то плагинов или перемещению там дорожек записи ну все что такое физическое что на что мы влияем на где мы влияем на сам проект а вот те настройки мелкие как в микшере или в плагинах у нас по умолчанию не записываются в общую историю чтобы это сделать мы можем включить запись этих параметров в общую нашу историю то есть вот я здесь открываю andu history вот у нас список от действий и вот здесь у нас есть такие кнопки где мы можем добавить действия из микшера из плагин как видите у меня список сразу увеличился то есть у меня тут появились как раз те моменты которые я редактировал здесь у 2 темп и громкость вернул и вот видите волюм у меня стал записываться и вот меня появилась из микшера вот три моих действия с этой громкости все могут катиться сюда могу откатиться сюда вот видите такое такая громкость я хочу сюда вот такая громкость то есть у нас теперь помимо наших обычных изменений в проекте еще записываются изменения в микшере и если добавлю плагин и например здесь что-то поменяю видите у меня также еще сюда добавляется теперь и изменения в плагинах потому что здесь я отметил синим что из плагинов я тоже хочу записывать в общую историю наши изменения то есть команд z у нас работает только с анду history то есть все что попадает вот сюда в анду history у нас работает с нашими горячими клавишами command z или command shift z чтобы ну как бы сделать анду то есть на шаг вверх как бы в историю назад во времени и шаг вперед если мы например откатились на сколько-то шагов и все таки хотим вернуть то что было впереди вот и соответственно таким образом мы можем прыгать туда-сюда между шагами но как я уже сказал по умолчанию в лоджике некоторые шаги здесь просто не записывались в эту общую историю но они записывали свои личную историю то есть давайте сейчас отменю вот эти изменения то есть у нас как видите опять команд z теперь будет работать только с редактированием то есть не касаемо плагинов и не касаемо микшера и настроек микшера для чего это нужно иногда это бывает полезно потому что вы например что-то здесь настраиваете но при этом основную работу делаете все-таки с проектом и когда вы что-то сделали то вы хотите нажать команд z и вы хотите например чтобы именно от отменилось действие которое вы сделали вот именно в этом окне а если вы делали какие-то изменения громкости панорама и вы будете нажимать команд z у вас эти изменения будут сперва отменяться а только потом дело дойдет до на редактирование в вашем окне то есть это не для того чтобы вам усложнить жизнь это было придумано разработчиками это вполне логично то есть вы как правило делать такую самую основную работу в главном окне и undo history работает именно с этим окном а все остальное ну например я хочу редактировать вот эту конгу хочу что-то здесь вырезать что-то передвигать в какой момент я вот ее слушаю она что-то какая-то там тихо или наоборот громкая то есть обменяю громкость и продолжаю здесь редактировать если вот я сейчас нажму команд z то как видите громкость остается на месте а вот все что я здесь делал с этим этой дорожкой она как бы у меня вот я могу туда-сюда по шагам перепрыгать это удобно я не отвлекаюсь на то что меня громкость там как-то прыгает и так далее но если мы уже переходим к этапу например сведения музыки где мы скорее всего с главным окном уже будем не столько взаимодействовать сколько будем взаимодействовать с микшером с изменения параметров громкости панорамы и вот если мы здесь хотим менять параметры то либом как я уже вам показал вы просто в анду history включаете запись действий из микшера то есть анду history и здесь вот мы включаем микшер либо если вы все-таки хотите оставить основной command z command shift z взаимодействие с основным окном но иногда что-то поменять именно в действии в микшере то в микшере есть своя отдельная история то есть вы можете вот видите миксер анду по умолчанию здесь нет горячих команд то есть нет удобных как у нас здесь command z command shift z их нету вы можете их назначить через key commands то есть если вы часто этим работаете вы можете в принципе отдельные команды чтобы их не смешивать назначить на вот эти параметры и у вас здесь есть отдельный миксер анду то есть например вот я панораму сдвинул я могу вот именно здесь нажав edit поменять то что я делал в микшере то есть опять же я могу здесь что-то передвинуть тут что-то поменять поменять в микшере да если сейчас буду нажимать command z у меня будет откатываться изменения из главного окна но если хочу здесь изменения оставить но откатить только изменения последние которые дел в микшере то есть независимо того что я раньше делал в микшере что-то делал или в главном окне делал я как бы независимо от этого просто меняю действия в микшере таким образом образом вас как бы две истории параллельно идут то что вы делаете в микшере это что вы делаете в окне аранжировки и то же самое с плагинами то есть если я здесь что-то поменял по умолчанию команды ты себя нажму у меня плагин не вернется то есть мои действия не откатится но здесь есть встроенный анду ряду в плагине дуся могу здесь нажимать анду ряду и как бы эта история она записывается чисто внутри плагина. То есть, опять же, Command-Z это не имеет никакого отношения. Это работает только внутри плагина. То есть, вот такая история. Давайте посмотрим, что здесь у нас еще в меню есть, какие параметры. Здесь, кстати, мы можем очистить всю AnTuHistory, если вы не хотите там эти все лишние действия, чтобы были записаны. Вы можете ее, как бы, очистить историей и начать с чистого листа. То есть, с того, что вот у вас сейчас есть стадия. Это, как бы, начальная стадия. И все дальнейшие изменения, которые вы делаете, у вас будут заново записываться вот в этот длинный список. То есть, тоже имейте в виду. Что у нас здесь еще есть? То есть, у нас есть Mixer Undo и Redo. То, что мы уже с вами посмотрели. Можно для выбранных Channel Strips, то есть, для конкретных каналов делать тоже свой Undo и Redo. Также можно удалить Mixer Undo History. То есть, как у нас общую историю можно здесь удалить. Можно только чисто микшеровую историю удалить. И вот здесь можно как раз тоже нажать Include Mixer Undo Steps in Project Undo History. То есть, вот в эту главную, вот в эту нашу главную историю. То есть, это можно либо вот здесь сделать вот этими кнопками, либо мы можем сделать это вот здесь в микшере Include. И видите, у нас здесь включилась эта кнопка. И в плагинах то же самое. Могу нажать в любом плагине здесь. И вот здесь тоже есть пункт Include Undo Steps in Project History. И, соответственно, опять же, в Project History вот оно включается. Но я рекомендую, чтобы не путаться и не бродить вот по вот этим меню, все делать через главное окно Undo History. Потому что здесь очень удобно, можно включать и выключать. Более того, шаги не сбрасываются. Они просто становятся невидимыми. То есть, ну, представьте это как, что вы клавишу Command Z, привычную нам, просто привязываете либо ко всем изменениям в проекте, либо только к тем, которые относятся к нашим каким-то глобальным изменениям. Там, изменения треков, регионов и так далее. Или там FlexPitch или FlexTime, неважно. То есть, какие-то редакторские действия, они по умолчанию у вас записываются в эту Undo History. Если вы хотите еще и добавить сюда микшеры и плагины, вы можете специально их включить. И вот у вас еще добавятся новые шаги, которые посвящены у нас уже именно микшеру и плагинам. Вот такая вот история. По умолчанию, еще раз говорю, она не всегда бывает понятна и удобна, особенно если вы только перешли с других программ. То есть, здесь это вот так вот разделено. Но поверьте, это зачастую в разных сценариях работы, скажем так, сослужит очень хорошую службу, когда вы хотите разделить именно действия. То есть, смотря на чем вы сейчас работаете. То есть, если вы вдруг поняли, что вы переключились на микшеры, делаете в микшере какие-то вещи, и вы хотите, чтобы они, эти изменения записывались, и вы могли с помощью Command Z их отменять, то я рекомендую, конечно, включить вот здесь вот эту кнопку, микшер. И то же самое касается плагинов. То есть, вы плагины, если хотите вот эти все действия отменять, то вы можете сюда их тоже включить. Но просто имейте в виду, что у вас будет очень перегруженная undo history. Если вы вдруг что-то хотите откатиться, а в плагинах много каких-то мелких движений и действий делали, вам придется подождать, пока пройдет отмена всех действий в плагинах, и только потом вы дойдете до микшера, и потом, например, дойдете до главного окна. То есть, опять же, все зависит от вашей модели работы, от того, чем вы сейчас в данный момент занимаетесь. Поэтому в лоджике все настраивается, и для этого вот эти все меню и созданы, чтобы вы под себя лоджик настроили так, как вам комфортно. Что ж, ну, на сегодня это все. Я думаю, по этой теме вопросы должны быть исчерпаны. Если вдруг нет, то, конечно же, пишите комментарии, пишите мне в личку, и также пишите в нашем телеграм-чате, откуда я, собственно, и взял тему для сегодняшнего ролика. Благодаря вашим вопросам, собственно, и возникают эти ролики. Поэтому обязательно пишите, задавайте интересные вопросы. Самые интересные я записываю здесь, ответы на них записываю здесь на YouTube-канале. Поэтому подписывайтесь обязательно. Каждое воскресенье у нас выходит новый ролик по работе с Logic Pro, а также по пятнице выходят полезные рилзы, где я рассказываю какие-то прям очень мелкие фишки по работе с Logic. Так что не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, подписываться на все наши соцсети Logic Pro Help, наш телеграм-чат, где уже больше 2000 человек, и пользователи Logic обмениваемся опытом каждый день. В общем, оставайтесь на связи, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно. Ну и увидимся с вами в следующих видео, с вами был Дмитрий Урсул, всем пока!